Моменты, связанные с учением, некоторые моменты связаны. Если вы не возражаете, то мы можем открыть, я думаю, достаточно знакомую для вас книгу, книгу Мишлей, книгу-притч. Здесь написано, ну, вы знаете, что одна из ключевых тем это книги, это мудрость, ученичество, да, поэтому мы могли бы много читать, а просто прочту. Это 14 глава. Второй стих. Идущий прямым путем боится Господа. На чьи пути кривы, тот не брежет о нем. Тот пренебрегает Господу. Из этой же главы, 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти. То есть, ясно, что нам нужно прямым. Правда? Так же ясно, что сами мы не можем определить, где же прямым. Ясно, что никакой человек не может помочь нам. Потому что каждому человеку, в той или иной мере, те или иные его пути кажутся прямыми. Но когда есть то, что называется кажется, то это значит, что этот якобы прямой путь уже направляет его в смерть. И это очень важный момент, потому что или путь – это путь жизни, или путь – это путь смерти. Нет нейтрального пути, который ведет по нейтральному культуре, проходя по которому, можем с вами, как независимые наблюдатели, оценивать Аберайд. Оценивать этот мир, мир Божий, и объективно, объективно пытаться, и даже объективно в точках поносить приговоры. Мы обязательно должны выбрать, какой путь выбираем. Это не тавтология. Выбрать, какой мы путь выбираем. Что нам может в этом помочь? Первый стих. Слушайте, дети, наставления Отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. Потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповедей. На самом деле это слова небесные. Это тот, кого мы должны постоянно слушать, и по слову которого мы должны оценивать все, со словом которого мы должны все оставить. И мы должны слушать, мы должны слушать, как наставление. Первое. Первое. Речь идет о слове Божьем написанном, но оно должно звучать для нас, как слово, сейчас и здесь, обращенное лично к нам, как нашего небесного Отца. Второе. 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 Мы должны быть внимательны. То есть мы должны быть настолько внимательны к этому слову, чтобы оно поглощало наше внимание, и мы должны не быть рассеянными, не сосредоточенными еще на чем-то, когда Отец говорит нам. Третье. Третье. Мы должны это делать так, чтобы научиться разуму. Что за выражение научиться разуму? Оно имеет смысл вот в таком случае. Если мы понимаем, что у нас самих разума нет. Что тот разум, который у нас есть, это не естественный разум, это разум плоско-душевный. Мы, а мы нищи духовно, нам нужно приобрести ум Мессии. Нам нужно входить в ум Мессии. Нам нужно учиться его уму. Нам нужно преображаться в его образ. Вот чему мы должны научиться. Наше учение не должно быть сбором очередной информации. Наше учение не должно быть коллекционированием интересных факторов и замысловатых комментариев. Наше учение не должно быть интеллектуальным упражнением в развитии нашего IQ, интеллектуального коэффициента. Наше учение не должно быть мотивировано гордостью, желанием вознестись над другими. Наше учение не должно быть мотивировано тщеславием, желанием прославиться своей ученостью. Наше учение не должно быть мотивировано желанием доказать кому-то, что мы лучше кого-то или что мы лучше, чем о нас думали. Наше учение не должно быть стремлением доказать неким людям, плохим или хорошим с нашей точки зрения, что мы хорошие и что мы им покажем. И отец говорит, он обосновывает то, что сказано в первом стихе. Это потому, что я преподал вам доброе учение. Это потому, что я преподал вам доброе учение. Он скажет, ну доброе учение. Мало ли доброе учение. Вспомните, что ответил еще юноша, который сказал, учитель добрый. Учитель благое – это то же самое. То же самое. Благое – это просто старославянское выражение для слова добрый, для понятия доброго. И так вот юноша обращается к нему и говорит, учитель добрый. А еще ему говорит, что же ты называешь меня благими добрыми. Никто не благ, никто не добр, как только сам Бог. Никто не может претендовать на истинную доброту, на истинную благость. Кроме самого Бога, который и есть истинная доброта и истинная благость. Мы с вами, мы можем соучастниками быть его благости, его доброты, если мы исполняем то, что написано в первом стихе. Мы можем быть добрыми учениками. И если мы то доброе, чем мы научили, то доброе, что мы услышали и впитали, то доброе, чему мы внимали и что преобразовало наш ум в разум Ешуа, это доброе передаем другим, неповрежденным. Если мы передаем это неповрежденным. И опять-таки ставим цель не выделиться, не превознести себя, не доказать кому-то себя. Если мы не ставим своих лично плотских душевных целей, передавая то учение, которому нас научил благой Бог. Но мы благое, доброе учение стремимся передавать с его благими, добрыми целями. Тогда мы можем твердо стоять на непоколебимом основании и ожидать, что благодать Божия будет действовать в этом учении. И на самом деле не мы будем учителями, но единственный благой учитель Ешуа. На самом деле будет учить напрямую и также исполняем вас. Самое правильное ожидание, когда мы передаем кому-то то, что приняли сами. Ожидаем в то время, когда мы исполняем его волю ограниченным образом. Потому что каждый из нас может исполнять его волю только ограниченным. Он сделает гораздо больше напрямую. И вторая половина второго стиха не оставляйте заповеди моей. Здесь говорится о том, что мало все это принять, мало во все это войти. Не только там согласиться, не только понять, но принять, глубоко принять, мало в это войти. Само по себе это значит, что мы начинаем это исполнять. Если мы приняли, мы исполняем. Но этого мало. Надо постоянством в добром деле оправдать премудрость Божию. Вы помните, как Ишева говорил? «И оправдана премудрость детьми ее». Это очень странное выражение. Мудрость Божия оказывается оправданной. Она оказывается правдивой для других людей, которые видят нас не просто говорящими, не просто читающими, но исполняющими слово этой мудрости. Тогда она начинает быть оправданной в глазах окружающих нас в любви. И очень важно, чтобы это было не спонтанно-импульсивное действие. Не только тогда, когда нам это удобно и нравится. Не только тогда, когда обстоятельства благоприятны для этого. Но и тогда, когда нет. Важно, чтобы мы не оставляли того, что мы приняли как заповедь Божия. Пятый стих «Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих». Вы для этого здесь. Я для этого тоже здесь. Не как мудрый, не как добрый, не как знающий, но как нищий духом один среди вас, чтобы нам вместе искать богатство Божьего разума, погружаться, обогащаться и тратить. Седьмой стих. Шестой, седьмой. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. И опять-таки, ясно, что здесь не говорится о мудрости человеческой, мирской. Какой говорится здесь – о мудрости Божией, о разуме ищем. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Нам не нужно возвышать себя никогда. Но когда мы будем искать Царство Божие, когда мы будем искать Бога и мудрости Его, когда мы будем ценить Его Слово превыше всего, то в свое время она, эта мудрость, в свое время Его Слово, питанное и проросшее в нас, будет поднимать нас. Оно будет подниматься в нас, и оно будет поднимать нас с собой, если мы прилепимся к Нему. Это слово стало впоследствии очень известным иудейским термином «двекут» – «прилепление». Это цель очень многих искренних верующих, которые через тысячелетия истории иудаизма пытались приблизиться к Богу, подняться к Нему и прилепиться к Нему. Потому что на самом деле они понимали, что Библия ставит эту цель. Не просто узнать о Боге, не просто немножко приблизиться к Нему, но стать единственным. «Прилепиться» – «прилепиться». Помните это слово «потребляемся». «Да прилепиться» – «что?» «Кто?» Вот они. Знаете, о чем идет речь? Очень серьезная близость. «Возложат на голову Твою прекрасный венок». Можно сказать, практически свадебный. Господь хочет венчать нас со Своей мудростью. Хочет соединять нас в свадебном торжестве со Своим Словом. В преддверии той великой свадьбы, которая ожидает нас возвращения еще. Доставит Тебе великолепный венец. Друзья мои. Особенно это ясно для верующих Нового Завета, которые провозглашены царственным священством. Хотим мы, не хотим, но мы все призваны быть царственным священством. Можно съезжать с этой привилегией, воспринимая ее как службу в армии Советского Союза, о которой говорили, что это великая привилегия. И все знали, что это постылая обязанность. Но на самом деле это великое, величайшее привилегия, конечно. И царям полагаются венцы. Здесь вписывается, как эти венцы получаются. И дальше. Десятого стиха. «Слушай, сын мой, прими слова мои, и умножится тебе лета жизнь. Я указываю тебе путь мудрости и веду тебя по стезям прямым. Опять. Когда пойдешь, не будешь стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». 18 стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Оказывается, путь праведный сам излучает свет. Когда мы вникаем в мудрость Божию, она ведет нас. Слово Его, как светильник, как сказано в притче. Слово Его, как светильник для ноги твоей. И когда мы впитываем это слово, оно все сильнее и сильнее разгорается в нас. И оно делает наш прямой путь все прямее и ярче. не просто потому, что он освещается, но он имеет свойства. Он сам сияет. это не просто метафора, это конкретное пророчество Мессии, который сказал «Я свет миру». «Я свет миру». И еще он сказал о себе «Я есть путь и истина и жизнь». Такое последовательность. «Я есть путь, на котором вы раскроете истину и раскроетесь для нее. И когда это произойдет, вы войдете в жизнь и будете идти до полноты ее. И вот это путь, который есть свет. Поэтому это сияющий путь. Это не просто освещенный путь. Это путь, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. И понятно, о чем здесь идет речь. По мере того, как мы восходим по этому пути, этот путь более и более и более светлеет до тех пор, пока по нему мы не взойдем на гору окончательной встречи. Когда мы полностью не соединимся до тех пор, пока мы полностью не соединимся с тем, кто есть свет, путь и истина и жизнь. Когда мы войдем в его небесный Иерусалют, там наступит полный день. Там наступит полнота того дня, в который мы уже сейчас вошли, в который мы идем. Помните это слово Миквица? Мы не сыны ночи, но мы сыны дни. Мы не сыны тьмы, но сыны света. Но этот свет еще не разгорелся до полноты. И мы только идем, мы восходим к этой полноте. И сам этот путь по мере восхождения по нему и приближения к цели, он светлее и светлее и светлее. Ну и дальше знаменитые стихи 20-го, которые обычно учат в библейской школе. Сын мой, словам моим внимай и крича моим, преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое. Потому что из него источники жизни. Из него источники жизни. Вы опять вспоминаете слова еще о том, кто будет пить воду его жизни, у того из чрева потекут реки воды живой. Откроется источник вечной жизни в сердце твоего. Вот. Я думаю, что этого достаточно по книге притч. Для нашего вступления. Но само еще вступление, с вашего позволения, не заканчиваю ее. Там много говорится о мудрых, о глупых. И вы знаете, хочу сказать, до того, как Новый Завет с Израилем раскрылся, для глупых было мало надежды. Для глупых было мало надежды. Мудрость и глупость считались вещами мало зависимыми от человека. Он или мудрый, тогда он еще может учиться и становиться еще мудрее. Или глупый. Ну и тут он мало что может принципиально изменить. В притчах говорится, сколько не учи глупого он не поумнеет. Во времена Иешуа, вожди тогдашнего иудаизма, и особенно позже, они стали связывать мудрость с ученостью. Причем не вообще с ученостью, а с формальной талмудической ученостью. Хотя талмуда как такового еще письменного не существовало. Еще не была придумана теория о том, что устная тора была дана на Синае. Фарисеи не знали такой теории. Знаете, что фарисеи не знали этой фантастической теории, что устная тора была дана на Синае? Эта теория возникла только после разрушения. Знал это? Что я знаю, многие не знают. Искренне многие учителя не в курсе этого. Они думают, что это еще до Иешуа. Но тем не менее, уже была талмудическая ученость. Уже много формального было в обучении тех иудеев, которые учились. И мудрецы, так называемые, а это понятие уже было, что они отделяли ученых от невченых. Помните, как Голохвастов говорил? Тот, который ученый, он отличается от того, который не ученый. Он поднимется на лавскую колокольню и смотрится вниз, то те, которые не ученые, они для него кажутся такими маленькими. Маленькими, маленькими. Как мацюки. Пардон, Крисы. И когда для того, который не ученый, оно как то, Белый. А для того, который ученый, но и будущие тестики, помните, скажут, что он ученый. Дочка, та папа ж зеленая. И будущая теща, разумный, аж страшный. Я вам хочу сказать, это все уходит глубокими корнями в еврейскую старину. Чтобы вы даже не сомневались. Поэтому многие стихи и притчи звучали как приговор для многих людей. И подавляющее большинство евреев было воспитано таким образом, что им и ловить нечего на этом поприще. Подавляющее большинство иудеев знали, они люди невченые, простые, глупые и никогда не понять великой премудрости в чем. Часть из них смирилась с своим положением и просто знала. Вот как священники, как книжники скажут, так оно и есть правда. А некоторых это злило и возмущало, но они не знали, что с этим делать. Потому что все, это как касты, это как сословия. И учиться нужно было начинать в юном возрасте. И долгое время на самом деле учиться принимали только богатые. Только богатые, только обеспеченные. Даже в Талмуде есть отголоски этого. Постановление мудрецов о том, чтобы не брать бедных учиться. Это совершенно серьезные шутки. Это можно почитать. Конечно, были исключения, как рабе Акива, например. Но он там чуть не умер от холода, пока подслушивал с крыши. Учение мудрецов. Да? Я, для чего это вам рассказываю, друзья? Уже проясняется, да? Уже как бы переходим к нашей теме. Когда Ишуа пришел, он застал в народе это разделение. Это серьезнейшее разделение. На вченых и не вченых. На мудрых и не мудрых. Специфика была таковой, что не вченый априори по определению никогда не мог считаться мудрым в том иудейском обществе. Не знавший толкований мудрецов. Не только Слово Божие, а толкований мудрецов. Не знавший толкований на толкований. Не умевший проводить правильные галахические и агадические дискуссии. Вы же знаете, что такое галаха, что такое агады. Не научившийся всему этому. Даже теоретически не мог попасть в разряд мудрых. Каким бы мудрым он на самом деле не был. Но среди ученых были тоже градации. Среди ученых могли быть просто умные ученые, а могли быть мудрецы. Но мудрецы должны были быть самыми учеными среди ученых. Если вы думаете, что я шутю, то пожалуйста, почитайте как можно больше исторической еврейской или иудейской литературы. Вы увидите, что это именно точно так и было. И вот эти градации среди ученых разделяли ученых по разным признакам. Конечно, мудрецы должны были быть не только сильно-сильно учеными. Они еще должны были быть действительно талантливыми. У них должна была быть блестящая память. У них должно было быть быстрое соображение. У них должны были быть разные природные интеллектуальные дарования. Но при этом также у них должна была быть относительно праведная жизнь. Это нужно учить. Должна была быть относительно праведная жизнь. При этом праведность этой жизни в первую очередь определялась применением их в черности. То есть исполнением всего свода заповедей таким образом, чтобы самая мелкая ритуальная заповедь была учтена и сохранена. Это мудрость мудрецов. И среди многих иудейских мудрецов бытовало такое убеждение. Оно тоже сохранено в том мудрецов. Что нельзя делать различия между заповедями. Были и другие мнения, но это было едва ли не господствующим. Не всегда, но в очень большой период истории иудеизма. Нельзя делать различия между заповедями. Не нам решать, какая заповедь важна. Любви к ближнему или заповедь цицит. Например, нельзя предпочитать одну заповедь другую. Ну, де-факто, потому что в жизни есть жизнь. Мудрецам пришлось выработать кодекс. Какие заповеди можно нарушить, когда есть угроза жизни? Все-таки оказалось, что почти все можно нарушить, кроме трех. Но не в таких опасных условиях большинство мудрецов. Важнейшие периоды истории иудеизма. Искренне считаю. Мелкая ритуальная заповедь. Так же важна, как заповедь спасения души Аида. Потому что заповедь спасения души язычников не был. Так же важна, как заповедь. Именно души Аида. Таким образом, то, что должно было послужить к объединению Израиля, то, что должно было послужить к распространению Божьего учения, Божьей Торы, не устной, так называемой Торы, а истинной Божьей Торы, данной через Моисея, и истинных пророческих писаний, и истинного Слова от Господа, среди всех евреев и через них, среди всех окружающих народов. То, что должно было послужить сплочению единой любви к Господу и друг другу Божьего народа. Мудрецами, узурпировавшими постепенно власть над Израилем, стало орудием, было превращено в орудие разделения на касты и сословия. И вот приходит Ищи. И он застает это положение дел. Он застает положение дел, которые мы очень кратко сейчас обрисовали. Я, может быть, вернусь к этому еще. Потому что это напрямую касается нашей темы. Ищи. 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 Золотоязычника, вченого, невченого, хорошего, плохого. Это обязательно евреи. Так вот, друзья, была сильнейшая взаимная ненависть между амгаарец и мудрецами, девчеными. И еще пришел как раз тот период, когда это было в разгаре. Это не были просто касты, сословия. Отделенные друг от друга. Кстати, вы знаете, что слово парисеи, прушин, значит? Отделенные. Как вы думаете, от кого отделенные? От какого народа? Какого? Невченого. А по национальности, по вероисповеданию какого? На самом деле это отделение от своего народа. Вы должны понимать, что это не было отделением от язычников. Потому что на то время, когда появились фарисеи, я не буду забирать хлеб тех, кто учит вас истории еврейского народа. Но на то время евреи были уже очень сильно отделены от язычников. И это было массовое отделение. И фактически какого-то серьезного идолопоклонства среди иудеев уже не оставалось. Правильно я говорю? И народ весь был отделен от язычников. Что неграмотный какой-то там пастух, как раз неграмотный пастух был отделен иногда больше, чем грамотный царедворец. Но это именно было отделение от народа. Во-первых, невченого. И обратите внимание на второе, то что я сейчас скажу. От ритуально нечистого. На самом деле, вы помните, что я сказал? Невченый по определению не мог быть мудрецом. Он не мог быть мудрым. Пусть он будет супермудрый. Он все равно не мудрый для тогдашних руководителей. Это было исключено. Причем не только для фарисеев, но и для саддукеев. И для всех, для любой духовной элиты Израиля того времени. Включая Иисея и Торь. Итак, мудрецов среди невченых с точки зрения тех, кто руководил духовной жизнью Израиля, на то время не было. Ну и еще одно. Среди невченых не могло быть ритуально чистых. Не могло быть праведных с точки зрения. Хошь саддукеев, хошь фарисеев, хошь есеев. Потому что, ежели ты невченый, то ты не знаешь тонкостей Галахи. А если ты не знаешь тонкостей Галахи, ты не можешь их исполнять. А если ты их не исполняешь, ты нечистый. Ты не можешь быть праведным. А праведность для них не была понятием двойным. Праведность нравственная и праведность ритуальная. Она была единым понятием, которое включало в себя и нравственные, и ритуальные заповеди. И причем иногда ритуальные струбились важнее. И на самом деле, на самом деле, очень сильны были те круги, которые настаивали, что некоторые ритуальные заповеди могут быть важнее нравственных. Не всех намного. Это очень странно вообще. Об этом даже трудно подумать. Но это так. Люди могли нарушать множество нравственных заповедей, но чтобы не скушать свинину, они готовы были понереть. Это реальность. Нам нужно это понимать. Итак, была в определенном смысле невидимая пропасть между разными слоями еврейского общества. И для простого народа, по большому счету, перспективы не было. Перспектива была вот какая. Подняться и разбогатеть. И тогда возникала надежда отдать своих сыновей в обучение. Фактически, даже если ты будешь разбогатеешь, станешь богатым, для тебя все равно уже надежда починить. Ты можешь только... Для тебя надежда вот какая. Ты будешь содержать мудрецов. Ты будешь давать деньги на обучение. Ты будешь еще там жертвовать на храм на священников. И через это как-то Бог тебя помилует. Ну, через там исполнение заповедей. Но ты ведь все равно не ученый. Ты амарец. Ты все равно не можешь исполнять все заповеди. Ты не чистый. Ты неправедный. Поэтому вот какая надежда. И плюс надежда для следующих поколений. Но если ты бедняк, так ты бедняга. Ситуация очень интересная была. Очень интересная. Один из моментов, когда Иешуа обличал фарисеев. Вы пожираете дома вдов и сирот. У-у-у, это очень интересно. На одну и эту тему можно говорить очень много. Но тут нужен дополнительный материал. Это не просто какое-то такое вот обвинение. И это не значит, что у вдов и сирот насильно забирают дома. У-у-у, это значило, что вдов и сирот так обрабатывают, что те сами отдают свои дома. Те сами отдают свои деньги. Те сами отдают свое имущество. мудрецам, мудрецам, знающим закон, знающим, что чистое и что нечистое. мудрецам, мудрецам, которые одни только могут сказать, как нам жить, чтобы выжить. И так вот приходит Иешуа в это очень необычное общество, в котором, в котором, казалось бы, искоренено идолопоклонство, в котором, казалось бы, все верят в единого Бога Абрама Ицхака Якова. И он приходит в это общество. И он приходит с той же вестью, с которой перед ним пришел его двоюродный брат Иоанн, Йоганнан. Покайтесь, пока не поздно. Совершите чеву, обратитесь от злых дел ваших, но только от всего сердца. Вы представляете? И не слово о ритуальной чистоте, ни слова о формальной учености, ни слова о том, что как раз было на то время краеугольным камнем всякого обучения, всякого спасения, всякого понимания правды, ни слова о том, что считалось единственным путем спасения. Очень-очень серьезный подход. Очень странный подход. И более того, он не ограничился тем, что вслед за Иоанном, будем так называть, предтечи по-старославянски. Он призывал народ к покаянию в целом. Основное острие обличений было направлено как раз против тех, которые претендовали быть солью и светом земли иудейскими. То, что он говорил своим ученикам «вы соль и свет», друзья мои, это не то, что придумываешь. На это претендовали мудрецы, на это претендовали вченые, на это претендовали священники. Быть солью и светом, солью и светом. Вы знаете, что сейчас говорят раввины и их ученики в Израиле, многие из которых поколениями не работают и учатся, 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 учатся. Они говорят, что они изучают Тору. На самом деле они, конечно, Тору не изучают, многие из них вообще никогда, кроме как по свиткам в синагоге, Тору не читали, а читали они ее только через комментарии к ним. И читая комментарии, они читали те места в Торе, которые комментируются. Многие из них пророков не читали ни в каком виде. из писаний читали Тегелим псалмы, читали кое-что из Мишлеи и полностью книгу Эстер, которую каждый год на Пурим обязательно читают от начала до конца, и это Митсвам. И он вошел прямо в гущу этих разделений. Он вошел в среду, которая должна была быть единой, но на самом деле единства не было и в помине. Много было разделений по социальному признаку, по экономическим признакам, по политическим, но во всем этом участвовала религия. И опять же, еще раз говорю, на то время в израильском обществе разделение между вчеными и невчеными проходило через все. Через все. К этому разделению, с этим разделением были связаны и экономические, и политические, и идеологические, религиозные изменения, и разделения. очень важно это понять. Почему важно? Потому что слова Ишуа об учителях народа, об учителях и врачах, об учении, об учениках, они становятся по-настоящему понятны именно в этом контексте. если мы говорим с вами о мессианской теологии, если мы говорим вообще с вами о теологии, то есть о богословии, да, даже если это не мессианское богословие, а просто христианское богословие, то все равно корнями оно уходит в богословие того времени. Так или иначе оно появилось и вырастало из той еврейской среды, куда вошел Ишуа. И вошел он уникальным образом. Он вошел как учитель высокого уровня. Он сразу проявился как учитель высокого уровня. И это просто потрясало людей. Не только других учеников, мудрецов, и прочих, но это сразу потрясало других учеников. Это сразу потрясало простой народ, который собирался в синагогах. потому что каким бы он простым ни был, но они все слушали Тору, они все слушали пророков, они все слушали Писание, и те, которые не могли читать, тоже слушали. И они многое знали. И они интересовались комментариями, они интересовались замечаниями духовных вождей, они интересовались постановлениями священников, потому что именно эти комментарии, именно эти постановления определяли применение Торы в конкретных условиях тогдашней жизни. Для них это было жизненно важно. И кроме того, среди иудеев уже в то время считалось хорошим тоном вообще чему-то учиться. Древняя иудейская традиция учиться, учиться и учиться. поэтому дедушка Ленин с дедушкой Бланком учился, учился и учился, но так, к сожалению, ничему толком не научился. Вот, об этом апостол Павел уже писал, говорил, что вот есть такие, которые постоянно учатся, учатся и никак не могут научиться. вот и вот эта тяга к учению и вот это уважение к учителям и мудрецам это очень хорошая черта, если люди знают, что главный их учитель всегда Бог, главный их учебник Слово Божье, а учителя смиренно смотрят на себя, просто как на каналы Божьего учения, понимая, что они сами могут это учение загрязнить и исказить и постоянно сверяются это учение с Божьим Словом в Духе Божьем.